Сегодня мы переходим к вашим independent writing, к вашему эссе, где вы пишете о своей точке зрения. Также, как вы делаете на части speaking, вас попросят показать ваше мнение на определенную тему. Только здесь вам нужно будет это сделать более размёрнуто, уже поддержать свои аргументы, привести примеры, какой-то личный опыт, какие-то исследования, ну и доказать вашу точку зрения. Сразу расскажу несколько грубых ошибок, которые могут быть, которые сразу сильно понизят вашу точку зрения. Во-первых, если вы так и не скажете мне, что вы думаете по этому поводу. Ну, грубо говоря, он даёт стену, на сегодня мы будем разбирать. То есть, вы мне говорите, кто-то думает так, кто-то думает вот так, и мы мне так чётко не сказали, я считаю так-то, потому что так-то это вообще круче в 10 раз, чем там другая точка зрения. То есть, вы мне должны определиться и сказать, почему сразу в первом параграфе. Хотя, как бы дальше вы будете эту идею развивать, не делайте это как-то, что я тут сейчас буду долго развивать, что-то там говорить и где-то в конце приплыву к своему выводу. Не так пишется эссе по-английски. То есть, вы уже знаете, да, что нужно задавать всю тему в первом параграфе, чтобы никаких сюрпризов не было. Так пишутся газеты, так пишутся статьи, так пишутся научные какие-то работы, так пишутся эссе в институте, так пишут и строят логику на английском, когда создают какую-то письменную работу. Так вот, вы сразу мне должны это сказать. Если вы этого не сделаете, считаете, что пропало, да, то есть, вы можете красивую там грамматику сделать, то, сё, и в итоге близко к нулю, да. Поэтому сегодня мы учимся планировать, чтобы была понятна ваша чёткая идея и всё, что с тем, что за этим следует. Мы учимся делать эти вот корни, да, и стволы, от которых уже пойдут всё эти листья, все эти причастные обороты, всякие там красивые слова, которые вы учили, всякие структуры, условные предложения и так далее. Сначала мы подумаем о самой идее, дальше мы придумаем аргументы, дальше мы придумаем, как эти аргументы выразить в примерах, ну и дальше подумаем, как это написать. Там уже будут вводные слова и всякие такие мелкие штуки. All right. Вторая ошибка – это когда вы говорите о других людях, эссе это о вас. Вы можете сказать, там, другие люди думают так, то есть, противоставить себя другим людям, но, однако, вы должны выразить своё собственное мнение. Не то, что, там, если ты пойдёшь, то у тебя там то-то получится. Вот это вот ты использовать никогда нельзя в таких штуках. Так же, как я говорила на speaking, you мы по-русски используем как, да, in general, там, if you go, you will, там, get a good degree. Но это фактически неверно в английском, потому что в английском я сразу говорю, я? Причём здесь я? Почему мы как бы вообще, то есть, ни в коем случае вы как-то не пытаетесь зацепить собеседника, как you. Вы говорите либо one, someone, да, либо говорите I, эссе о вас, говорите о себе. Да, если тема попалась такая, о которой вы, например, не думали ни разу в своей жизни, или она вас не интересует, или у вас на неё нету мнения, вам придётся это мнение создать прямо сейчас. Именно это и нацелен мой шаблон, и мой процесс планирования. Вы не сможете начать эссе писать, пока вы не спланировали, и вы не знаете, о чём писать. Если вы начинаете писать, у вас вторая, третья ещё проблема возникает, вы начинаете говорить обо всём. Вам специально даются такие темы, которые немножко даже философски, там, не знаю, там, телевидение испортило наши отношения с семьёй. И вот здесь можно и так, и так сказать, и вообще там кучу аргументов привести. И на этом можно семь часов в поезде, там, от Москвы до Питера говорить совершенно спокойно. Но у вас всего лишь 30 минут, и вы должны там структурированно написать 4 параграфа и говорить не о 15 идеях, иначе у вас получается проблема с oversimplifying, её называют тестеры, которые проверяют ваши работы. То, что вы попрыгали по вершкам, что бывает так, вот так, может быть так, может так, может так, может так, и нигде не углубились. То есть писать надо не вширь, а вглубь. Углубляемся мы за счёт личных примеров, статистик, которые мы где-то читали, да, что приводим какие-то аргументы. Они смотрят, вы реально можете приводить аргументы. Почему они могут быть совершенно фактически нереальными? Вы их придумываете, можете примеры свои придумывать. Никто никогда не проверит, что вы там делали в 5 лет, там, с бабушкой на даче. Поэтому вам важно показать, что вы при необходимости можете аргументированно писать и притягивать данные, собственный пример и красиво это выражать в речи. Вот что вы показываете. Никогда не забывайте на тесте, что вас просят на самом деле всего лишь-то показать вашу способность писать, а не показать то, что вы там можете составлять какие-то сценарии, или у вас какие-то очень интересные глубокие мысли, или вы там поэзией увлекаетесь, или вы там вообще суперинтересный, красивый человек. Вы можете сказать, там, я обожаю Гитлера, и это мой самый любимый герой в истории, и когда у меня родится ребёнок, назову его там Гитлер Гитлерович. И никто не сможет вам понизить балл за это, не имеет права никакий там личный опыт, никакие их там религиозные политические мнения как-то, ну, втягивать в то, как они оценивают ваше эссе. Поэтому здесь, пожалуйста, обращайте внимание именно на то, как вы это делаете, а не особо там глубину ваших каких-то суперских идей. Мы их углубляем за счёт фактов, за счёт точных каких-то данных, а не за счёт того, что мы там, не знаю, сидим полчаса думаем, чтобы такое написать, что никто никогда ещё меня не писал. Вот. Также мы не расползаемся, да, мыслью подрежу. Я сейчас еще и про это напишу, и про это, и про это, и про это мне даст дополнительные баллы. Не даст. То есть я, может, из каких-то вашей иллюзии здесь развею, да, что не даст. Дальше. Когда вы пишете слишком много, то есть вы писаете там 500, 600, 700, больше 350 слов никого не волнует. То есть вы написали 450, супер, всё. Чтобы написать 450 или 400 слов, увидите, да, эссе там в рабочей тетради, они там не выходят сильно за грани 400 слов, если даже и выходят. Вам необходимо сделать 4 параграфа, 4, 5, 6 максимум предложений, при том, чтобы ни один параграф сильным не был больше другого. Всё. То есть у вас будет одно вводный параграф, одно, как conclusion, да, считается, и у нас будет body, body of the essay. Тело эссе, где у нас всего два параграфа. Этого вам хватит вот так. Хотите писать пяти параграфы в эссе, попробуйте, просто попробуйте. Если у вас сейчас ходит полтора часа на то, чтобы написать эссе, вы ни в коем случае не сможете ужать его так, чтобы написать его за полчаса. Если у вас сейчас ходит час на написание эссе, при этом вы 30 минут вначале думаете, а потом 30 минут пишете, тогда у вас есть шансы. То есть я вас научу планировать за 5-7 минут, потом писать за 10 минут, потом проверять всё остальное, добавлять какие-то классные фразы. Так как вы сдаёте, скорее всего, электронную версию, так как, ну, в большинстве страны сейчас только iBT TOEFL можно сдавать, а вы благодаря этому можете прям из шаблона как бы выращивать. То есть мы прям даже наши заметки уже пишем в том окне, в котором мы отвечаем. Из него мы просто выращиваем, 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 как бы начинают эти вот ветки, да, из моего дерева как бы расти. И у меня там записана одна идея краткая, но я прям не стираю её, а прям к этим же словам начинаю дописывать предложение, к нему ещё одно, ещё одно, ещё одно. Дальше, если у вас есть какие-то logical flaws, то есть у вас есть провалы в логике. То есть я думаю, например, женщины должны иметь право участвовать в военных действиях. Ну, я так не думаю, но, к примеру, я хочу взять какой-то аргумент, из него сделают какой-то вывод, потом ещё один аргумент, потом из него вывод, потом будет этот вывод. Если я пропущу какой-то аргумент, типа он сам додумается, он не додумается, вернее он додумается, но минус вам поставить за вашей серии. То есть ни в коем случае не пропускают эти шаги в логике. А когда у вас слишком большие идеи или их слишком много, по-любому вы будете сжимать, и вы будете пропускать такие шаги, которые для вас скажут, ну, это же очевидно, но это очевидно только вам. Бывает так, что даже у меня студенты сами написали эссе, я у них читаю, говорю, что ты здесь имел в виду? Они читают, думаю, так, интересно, что ты здесь имел в виду? То есть вы пропустив эти шаги в логике, вам вчера было понятно, а сегодня непонятно. А как это будет понятно другому человеку, который не мыслит так же, как вы? Поэтому вы прям берете этот аргумент, шажок за шажком приводите его к выводу. Поэтому и лепятся они вот так вот по шаблону очень логично. И именно поэтому нельзя расплываться в ширь, нельзя пытаться объяснить сразу все, или брать какие-то идеи, которые очень сильно далеко от друга находятся, пытаться их друг к другу притянуть. Там надо 20 шагов пройти, чтобы какая-то связь появилась. И если вы там эти 20 шагов пройти за 3 шага, вы явно получите плохую оценку по этому кохессивности. То есть что у вас кохессивность? Что еще понятно, о чем вы говорите, что у вас идеи не с потолка сваливаются. И понятно, как они между собой связываются. И эссе идет логично, поступенчато. Это одна из частей, одна из трех шкал, которые оценивают ваше эссе. Естественно, у вас грамматика. Туда же идет пунктуация, правильное написание слов. То есть если вы слово знаете, как оно произносится, но пишите его неверно, вы получите ошибку. Туда же идет разнообразие грамматики. То есть насколько много разных стилей или грамматических структур вы используете. То есть говорите вы в активе или в пассиве. Ну и в том, и в том надо. Используете ли вы обороты или вы все время пишите такими длинными, навороченными предложениями. То есть если длинное сложное предложение, скорее всего одну из его частей можно упростить в оборот. Мы об этом уже говорили. Дальше. Используете ли вы слова, которые связывают. Всякие слова-коннекторы там. Thus, therefore и так далее. И все вы это увидите, когда мы будем писать эссе. Но все же этого не сможете сделать, если у вас нет четкого плана по идеям. То есть вы начинаете писать такое красивое, классное предложение. Вы думаете так, о чем может быть следующее. Так, стираете половину предложения и начинайте дальше писать. Вы очень много времени тратите на написание. На написание уходит всего лишь 30% времени. Это, наверное, для вас сейчас будет вообще какой-то revelation. Ничего себе, действительно, такое осознание, что действительно написать-то не так уж много. Когда вы четко знаете, о чем вы пишете, вы себе ставите четкую задачу. Здесь я пишу conditional на тему того, как я ходила на рыбалку с папкой, когда был маленький, мне так было-то здорово. Окей, я это знаю, потому что это частный пример того, как родители могут проводить время с детьми. А это частный пример служит тому, чтобы доказать такую-то идею. У вас это четко все должно в голове быть, как диаграмма. Вот мы научимся сегодня это делать. И последнее, наверное, но не менее важное, это то, когда вы начнете тренироваться и вы начинаете что-то делать, да, и вы вот пишете, 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 и вы не планируете, когда что вам нужно делать. То есть у вас остается буквально 2 минуты, а вы только конклужу начинаете писать. То есть вы в процессе тренировки должны уже себя учить заранее подходить. У меня там 5 минут на планируем, 5 минут прошло, все, я двигаюсь дальше. Там 10 минут пишу, 10 минут пишу, не уложилось, что-то не то. Иду дальше. И так далее. То есть сейчас не надо там дома садиться, вечерком, за телевизором, с чайком скажу. И я тут пишу эссе. Сейчас мне надо пройти в креативный лад, я еще что-то напишу. Совсем не такая атмосфера будет на экзамене, когда на экзамене у вас такой будет цейкнот. И здесь вот разные два типа людей, про которых я уже говорила, очень по-разному относятся к этому, знаете, стрессоустойчивым. И прям в кайф, меня трясет, я сейчас быстро тут напишу, будет супер. А те, которые не привыкли к этому, их наоборот стресс, ступор, войны, они плакать начнут над этим эссе. А, что мне писать? Быстрее, а, тикает время, да-да-да-да. И там все, они выпадают. Я видела, как взрослые мужики, плачут просто, когда им приходится писать это эссе. У них сразу такое ощущение, я вообще ничего не знаю, я тупой, вообще ничего не могу предпринять. Просто потому, что сразу 19 задач решает ваша голова. Мы будем решать по одной задаче, как я вам и обещала с самого начала этого видеокурса. Окей? Так вот, когда вы пишете и тренируетесь, учитывайте лимит по времени. Учитывайте, что если вы написали вот столько, 600-700 слов, ну это нереально. То есть вы это не сможете повторить на экзамене. Или если вам для того, чтобы написать на дейссе, он войдет в какой-то креативный, какой-то этот, покурит, какую-нибудь траву, или съесть какую-нибудь ножку там динозавра. Но этого не случится на экзамене. Поэтому мы делаем шаблон, чтобы вы писали вот эти эссе вот так вот. Могли сесть и три подряд написать на разные темы и как бы вообще без вопросов. То есть немножко надо не относиться к этому эссе, как будто это плод вашей всей фантазии, работы всей вашей жизни. Это шаблонное эссе, это шаблонный тест. От вас требует шаблонно уметь писать так, как от вас хотят. Увидеть это. Все. Поэтому не относитесь. Продолжение следует...